Счастливые семьи – редкость в актёрской среде. Артисты – люди творческие, ветренные. Однако семья Ульяновых была исключением. Её крепости и любви между домочадцами можно было только позавидовать. Может быть, потому что Михаилу Александровичу понадобилось немало сил, чтобы завоевать свою будущую супругу Аллу Петровну Барфиняк. Он впервые увидел её, будучи студентом Щукинского училища. Увидел прекрасную, недосягаемую актрису на сцене Вахтанговского театра. Мать была красоты необычайной по тем временам. Просто вообще красотка номер один в Москве. И, естественно, за ней ухаживала вся Москва. Там, не знаю, у неё в поклонниках ходил Марк Бернес. То есть за ней Вертинский ухаживает, за ней ухаживал Утёсов. Это вот из известных личностей. Ну, я не говорю про толпы там просто никому неизвестных тогда ещё молодых актёров. И когда папа попал в театр, он, естественно, в неё влюбился. А мама тогда была замужем за Николаем Крючковым, между прочим. Тоже тогда звезда небывалой величины. И она его очень долго мурожила отца. Ну, то есть кто он был? Ну, мальчишка. Мальчишка, который только что поступил в театр, считайте, студент. Без квартиры, без куска хлеба, без денег, без всего. Однако у Ульянова было одно качество, которого были лишены его соперники. Он был невероятно упорен и готов на всё ради любимой. Конечно, это не могло остаться незамеченным. Они познакомились, стали общаться. Так продолжалось шесть лет, пока Алла не решилась расставить все точки нады. Она развелась со своим супругом знаменитым актёром Николаем Крючковым и вышла замуж за никому тогда неизвестного Мишу Ульянова. Бабушка была лидером, она руководила всегда и по жизни, и вообще. То есть она всегда очень, так скажем, не давала забыть о своих качествах хороших, в хорошем смысле слова, то есть напоминала ежесекундно о том, какая она прекрасная, любимая её фраза. «Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня». А дедушка, ну, он мягкий был человек, ему было, в принципе, легче сказать «да», согласиться. Они прожили почти полвека в любви и гармонии. И каждый пожертвовал чем-то ради общего счастья. Алла Петровна, талантливейшая актриса, оставила сцену, решила, что будет лучше, если она возьмёт на себя заботы о доме и детях. А Михаил Александрович ради семьи навсегда отказался от всех вредных привычек и пристрастий. Лена мне рассказывала, Лена, моя супруга, рассказывала, например, такие истории. Она маленькая ещё, играет во что-то там, в квартире на Пушкинской, и вдруг звонок в дверь. Она подбегает, открывает дверь, а на неё падает папа. Она бегает вокруг него, кричит «папа, папа, папа», а папа никакой. И в какой-то момент Алле Петровне это надоело. Она сказала, или водка, или я. Но сказала она это не просто так, а встав на восьмом этаже возле открытого окна. И потребовал ответ, ответ, что же он выбирает. Он говорит, я выбираю тебя. И бросил пить. И он был благодарен своей жене за это всю свою жизнь. И старался платить любовью и преданностью. Иногда это было смешно и наивно. Он даже отказался снимать брюки, играя в любовной сцене с Мариной Ниёловой в фильме «Транзит». Боялся, что Алле Петровне будет неприятно. Так и снимался в брюках. Он был строгим в том смысле, что, например, когда я за ней ухаживал, у нас был роман. Мы сидим, например, в доме журналистов, а у нас оттуда из ресторана было видно окна. И она говорит, вот всю жизнь я знаю, что мне в 10 часов надо быть дома. Я говорю, почему? Потому что отец будет ходить, не будет спать, где бы я ни была, когда бы они... Я всегда должна быть в 10 обязательно дома, зная, что он будет сходить с ума. Он очень не хотел, чтобы дочь пошла по его стопам. Поэтому он даже не выписывал журнал «Советский экран», чтобы тот не попал в руки девочки. А когда, несмотря на его маленькие хитрости, дочь всё-таки пожелала стать актрисой, Ульянов сумел её отговорить. Быть всегда дочерью Ульянова... А, это та самая дочь Ульянова, вот эта Великая Ульянова, вот эта вот бездарь? Отец мне сказал, зачем тебе это надо? Я подумала, правда, зачем мне это надо, собственно говоря. И не стала актрисой. И благодарна ему безмерно, потому что в своей профессии я добилась максимума того, что я могла добиться за жизнь. Работала сразу после института и всю свою сознательную до сих пор работу жизнь добилась максимум. Ну, я стала главным художником, и уже не один десяток лет я главный художник разных издательств. 26 марта 2007 года, 11 часов 10 минут, отделение реанимации. Ницестра поменяла капельницу, Ульянов по-прежнему был без сознания. А в это время в самой обычной квартире в Омске готовилась к поступлению в Институт культуры Стеша Карпенко. Девочка своей жизнью обязана Ульянову. В три года у Стеши обнаружили тяжелый порог сердца. Девочка практически умирала на руках родителей. Омские врачи ничем не могли им помочь. Тогда отец Стеши разыскал телефон знаменитого земляка, набрался смелости и позвонил ему, умоляя помочь. И Ульянов откликнулся, нашел врачей, деньги. Стешу прооперировали, и она выросла абсолютно здоровым человеком. В честь своего спасителя она решила посвятить себя искусству, стать режиссером. Когда-нибудь так же, как и он, прославить родной Омский край. Вы знаете, отец родился в глубинной, в глубинной Сибири. То есть это где-то под городом Омском, есть такой городишко Тара. А под вот этим городом, маленьким городом Тары, было такое село Бергамак. И папа родился там. Семья была очень простая, на самом деле. Мама, бабушка моя, домохозяйка просто была. А дедушка, папа, он был представителем артели. В детстве Миша Ульянов был обычным мальчишкой. Ходил в сельскую школу, дрался. Во время войны, как и все дети, голодал и переживал за отца, ушедшего на фронт. Он никогда не мечтал о сцене и, наверное, никогда бы не стал актером, если бы не театр Вахтангова, эвакуированный в Омск. А так как, естественно, отец постоянно в Омске был, и тогда он уже был молодым человеком, то он очень часто ходил на спектакли и как-то, в общем, обратил на это внимание и как бы это полюбил. И, собственно говоря, когда он приехал в Москву в 1946-м поступать в театральное училище, его же не приняли ни в Амхате, ни в Щепкинском. Его просто не приняли, причем он там слетел чуть ли не с первого, не со второго тура, как совершенно без перспективного товарища. А в Щуке его приняли, причем приняли исключительно только потому, что он из Омска. И так, ну, в благодарность как бы городу Омску за то, что они там жили в эвакуации. Послевоенная Москва встретила Ульянова сурово. Холодно, голодно, нет денег, а сильную учебу нужно много. Когда они, он уже в училище учился, естественно, голодные годы, 40-е годы, голод полный. Что-то, конечно, присылали родители посылочки там из Омска. Ну, посылочки съедались моментально всей комнатой этих голодных студентов, ну, в секунду. И они придумали дивный способ подкармливаться. Они, значит, ходили на рынок колхозный, уж не знаю на какой, не помню просто, и пробовали капусту. Они, значит, у одного попробуют, у другого попробуют, у третьего попробуют, у четвертого, у пятого, у шестого, у седьмого. Мы, естественно, ничего не покупали, но все-таки наполняли живот. Это пробование капусты у них заменяло обед. Несмотря на все тяготы студенческой жизни, Ульянов был счастлив. Не смущало даже то, что на первых курсах его не считали способным и талантливым. Он просто упорно шел к своей цели, много занимался, читал, играл и в итоге добился своего. Сразу после окончания училища Ульянова одним из немногих взяли в труппу театра Вахтангова. Проснитесь, князь! Диван уже весь в сборке. Так вот кого судьба орудием избрала. Где твой кинжал? Скорей приказ исполни. Какой кинжал? Приказ он вас проводить в диван, где все готово. Пойдем. Я знаю, мне не дойти туда живым. Но ты увидишь, сумею ли я спокойно умереть. А что, черт возьми, он все о смерти говорит? Вот проклятое бабье, ни минуты не дали ему покоя, он сам не свой. Я бросил меч! А-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok